В 2017 году мы запустили проект Высшей школы ресторанного менеджмента, и уже тогда мы поняли, что сам по себе существовать он просто не должен, потому что два неотъемлемых звена ресторанного бизнеса — это управленец и шеф-повар. И уже тогда мы поняли, что обязательно нужно открывать направление по подготовке именно шеф-поваров, и с кем же это делать, как не с лучшим гастрономическим вузом в мире. Во Франции, в городе Лион, находится институт Поль Бакюс, институт, который назван именем человека, которого считали шеф-поваром прошлого века. Это институт Поль Бакюс, и именно с этим вузом мы подписали соглашение о сотрудничестве. Целый год мы разрабатывали программу, мы принимали французских гостей у нас в Красноярске, они проводили аудит города, ресторанов, университета, смотрели, как живут люди, чем они живут, кто вообще такие эти сибиряки. И очень приятным было, что их заключение о том, что проекту «Быть» и высшей школе гастрономии открываться в Красноярске. Это решение было принято практически сразу же. И потом, после целого года работы и разработки программы, наконец, в сентябре 2019 года высшая школа гастрономии набрала своих первых 40 студентов. Это девочки и мальчики со всей страны, которые стали первыми студентами этого направления. И именно с этих студентов началась история высшей школы гастрономии от Института Польба Кюс в России, в Красноярске. На сегодняшний день высшая школа гастрономии — это единственное в России образование по подготовке шеф-поваров на уровне именно высшего образования. Мы выдаем диплом Сибирского федерального университета и диплом Института Польба Кюс, с которым студенты дальше смогут продолжить свое обучение, например, в магистратуре в городе Лион или уехать работать за границу и представлять уже там российскую кухню. Студенты высшей школы гастрономии от Института Польба Кюс учатся по французской программе. Программа адаптирована под российский образовательный стандарт, но в ней остались все те же предметы, которые преподаются во Франции. Допустим, именно так уже с первого семестра студенты выходят на практику на кухню, и уже будучи первокурсниками, они проходят шесть недель практики. В программе присутствуют как практические занятия на кухне с шеф-поварами, так и, конечно, дисциплины теоретические, такие как и менеджмент, и маркетинг, и управление финансами, потому что наша задача выпустить студентов, которые будут разбираться в бизнесе, которые смогут открыть свой собственный бизнес, а не просто будут знать, как правильно готовить. На сегодняшний день очень сложно недооценить важность изучения иностранных языков. Вся французская гастрономия — это французский язык, все шефы на кухне говорят на французском языке, даже некоторые продукты и в русском языке называются французскими словами. Именно поэтому уже с первого семестра наши студенты изучают французский язык с носителем языка, чтобы иметь возможность получить стажировку за границей и продолжить свое образование или уже продолжить работу за границей по окончании обучения. И также, конечно, английский язык. На сегодняшний день очень много профессиональной литературы, которая выпускается именно на иностранном языке, и у студентов должна быть возможность ей пользоваться. И сейчас фактически весь мир говорит на английском языке. Наши студенты получают и базовые знания, и, конечно, профессиональные, лексику, профессиональный язык, который поможет им комфортно чувствовать себя в профессиональной гастрономической среде и в России, и по всему миру. На протяжении всего обучения у студентов высшей школы гастрономии есть несколько видов практики. Так, например, мы различаем практические занятия. Это занятия с шеф-поварами-преподавателями на кухнях института, когда студенты обучаются азам французской кухни, и все происходит под присмотром шеф-поваров. Есть профессиональная практика. Это практика в ресторанах группы компании «Беллини Групп» как партнера института гастрономии. Это такой первый выход студентов, скажем так, в реальную жизнь. То есть они все еще под присмотром, потому что они находятся на кухнях партнера проекта, но уже находятся на кухнях реальных заведений, работают в реальных командах и готовят для реальных гостей. Это их готовит к самому интересному виду практики – это стажировка. На протяжении четырех лет обучения у студентов будет две стажировки от четырех до шести месяцев, которая может пройти как в России, так и за ее пределами. Прохождение стажировок – это возможность проявить и показать себя, набраться опыта, получить новые профессиональные знания и возможность развития своей профессиональной дальнейшей карьеры уже за пределами России. По окончании обучения студенты высшей школы гастрономии получают два диплома. Один – Сибирского федерального университета гособразца, и второй – диплом – французский бакалавриат института Поль-Бакюс. Диплом, который признан во всем мире и с которым студенты смогут дальше продолжить свое обучение или уже работу за границей. Преподаватели Сибирского федерального университета ведут теоретические занятия у студентов высшей школы гастрономии, в то время как практические занятия, занятия на кухне, ведут действующие шеф-повара группы компании «Билини Групп». Люди с колоссальным опытом работают в этой сфере, люди, которые управляют командами и организуют работу целого ресторана. Каждый семестр мы принимаем у себя наших французских партнеров и коллег-преподавателей из института Поль-Бакюс, которые делятся со студентами своим опытом и, конечно, проводят аудит нашей деятельности здесь, проверяют качество образовательной программы, следуем ли мы всем стандартам, чтобы убедиться, что качество преподаваемых нами дисциплин соответствует стандартам качества института Поль-Бакюс. КОНЕЦ